Чужие здесь не входят Чужие здесь не входят Твердый знак выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ 3. Газета «Коммерсант» номер 217 от 26 ноября 2019 года, СТР Один как стало известно Твердый знак Партнерами Сбербанка в Антипинском НПЗ помимо Азербайджанской СОКО Могли стать еще два инвестора Бывший старший вице-президент Лукоила Валерий Субатин и однокурсник Владимира Путина Партнер группы Киевская площадь Ильга Мрагимов Уже после их появления глава Сбербанка Герман Греф успешно добился налоговых льгот для НПЗ Более того, господин Субатин может оказаться основным акционером НПЗ Источники Твердый знак утверждают, что именно он выкупил 20% акцию Николая Егорова Твердый знак стали известны возможные бенефициары ООО СОКОР Энергоресурс Владеющего 80% акцией ООО Антипинской НПЗ Куда входит крупнейший независимый НПЗ в России и лицензии на три месторождения в Оренбургской области СОКОР Энергоресурс, по данным Кипрского реестра, на 100% принадлежит АТИ Энергоресурс Лимитед Кипр, а та Кипрской СОКОР РОССИЯ ИНВЕСТМЕНТС 60% И Сбербанку 40% СОКОР РОССИЯ ИНВЕСТМЕНТС Принадлежит российской структуре азербайджанской СОКОР ООО СОКОР РУСС 20% Британские Виргинские острова Владельцы не раскрываются Как утверждают несколько источников твердый знак, основным конечным бенефициарам Через ряд офшорных структур, зарегистрированных на Каймановых островах и выступает бывший старший вице-президент Лукоила по поставкам и продажам Валерий Субатин Его миноритарный партнер, по информации собеседников твердый знак, однокурсник президента РФ Владимира Путина Один из инвесторов группы Киевская площадь Ильгамрагимов Ильхамрагимов фото Юрист сменил юриста Встречаемся, когда у него, Владимира Путина, твердый знак Есть время, в том числе и с другими однокурсниками, и не только в Москве или Санкт-Петербурге, но и в Баку Говорил в 2016 году Ильгамрагимов в интервью «Спутник Азербайджан» Его основно известный бизнес в России доля в группе «Киевская площадь», которая включает ТЦ «Европейский», гостиницу Бывшая Украина, и ряд рынков В Киевской площади сообщили твердый знак, что НПЗ в структуру группы не входит, и порекомендовали для выяснения позиции Ильгамрагимова обратиться к нему напрямую или его представителям Однако сделать это оказалось непросто Как кредиторы схлестнулись за антипинские НПЗ Известный юрист Ильгамрагимов представляет в Международном фонде за устойчивый мир и развитие Республику Азербайджан и является почетным членом С 2010 года, это единственное, что смогли сказать твердый знак в организации В частности, фонд, ранее Международный фонд сотрудничества и партнерства Черного моря и Каспийского моря, лоббировал идею создания торговой зоны для товаров из Турции недалеко от Шереметьево А инвестором мог выступить другой почетный член и совладелец Киевской площади в год Ниссанов Собеседники твердый знак в отрасли полагают, что Ильгамрагимов, учитывая связи среди бизнесменов азербайджанского происхождения и во властных кругах России и Азербайджана, сможет обеспечить НПЗ необходимую поддержку не в меньшей степени, чем Николай Егоров Валерий Субатин Фото, официальный сайт главы Республики Дагестан инвестор из Лукоила Валерий Субатин работал в Лукоиле с конца 1990-х годов, начав карьеру в зарубежных подразделениях Уже в 2003 году занял пост первого заместителя руководителя аппарата совета директоров, два года спустя первого замглавы главного управления компании по поставкам и продажам Еще через два года господин Субатин стал вице-президентом Лукоила, в 2016 году старшим вице-президентом Но в конце того же года топ-менеджер уехал из России, это произошло после продажи Роснефти госпакета Башнефти Исторически Лукоил и Башнефть были тесно связаны трейдингом Так, НПЗ Башнефти загружались нефтью Лукоила, а швейцарский трейдер последнего, Литеска, покупал нефтепродукты из завода в компании Но Роснефть после поглощения Башнефти стал предъявлять Лукоилу претензии относительно условий контрактов и разрывать их В Лукоиле твердый знак сказали лишь, что господин Субатин не работает в компании с 1 февраля 2017 года Однако уже после формального ухода он возглавил совет директоров Литеска и занимает пост до сих пор В Литеска отказались от комментариев Как Антипинская НПЗ сделал шаг к банкротству Антипинская НПЗ и Лукоил связывала как минимум коммерческое сотрудничество Завод покупал нефть у компании, а Литеска продавал большую часть нефтепродуктов По данным Петромаркета, сейчас ситуация изменилась В сентябре на завод было поставлено 600 тысяч тонн нефти Из них 500 тысяч тонн пришлось на Сургутнефтегаз, остальное на Салэмпетролиум, СП, Шелл и Газпромнефти Зато экспорт нефтепродуктов в основном по-прежнему идет через Литеска 55% и Витал 40% Сам Лукоил, который в последние годы не делал ставку на расширение присутствия в РФ В конце октября приобрел 4 лицензии на месторождение в Оренбургской области за 6,2 миллиарда рублей В том же регионе находится месторождение Антипинского НПЗ А в Майвагит Олег Перв не исключал возможность покупки НПЗ после финансовой очистки В Сбербанке пояснили твердый знак, что судьбу НПЗ, который находится в процедуре банкротства, определят кредиторы Вариант продажи только одна из возможностей, хотя и наиболее вероятная на сегодня Если ситуация все же дойдет до торгов, тогда и определятся реальные претенденты, добавили в банке, подчеркнув, что это точно не перспектива ближайшего года Дмитрий Козлов